ПОМОЩИ РЕПЕТИТОРЫ Активно прибегают к дополнительной помощи не только школьники, но и студенты, когда готовятся к сдаче сложных экзаменов. Получение образовательных услуг, например, в Оренбургском государственном университете, осуществляется по договору согласно уставу и специальному положению вуза. Но зачастую студенты сами выступают в качестве преподавателей, регистрируются на сайтах в интернете, заполняют анкеты и за определенную плату получают доступ к клиентской базе. Репетитором я работаю уже как три года, занимаюсь с детишками с пятого класса по одиннадцатый класс. К каждому ребенку я нахожу свой индивидуальный подход, строю программы на каждое занятие, опыт нарабатывается со временем. Родители Димы Гусева искали репетитора в интернете, знакомились с анкетами и выбрали Дарью. Не знаю, почему-то вот методом тыка вот так вот получилось. Почитали, вроде отзывы неплохие. И это, решили попробовать. И даже не смотрели на возраст, что студентка, не студентка. Целый год мы отходили. Успехи положительные. Вот первую четверть у нас прям между двойкой и тройкой. А четвертой четверти у нас четыре вышло. Нам очень нравится. Это не зависит от возраста, не зависит от стажа даже, вот я скажу. Это от человека зависит. Но не все оренбуржцы готовы доверить своего ребенка студенту, ввиду его небольшого опыта. Наталья Кудряшова в свободное время дает уроки иностранного языка. Зная методику преподавания изнутри, она тщательно подбирает репетитора для своей старшей дочери. Вы знаете, я предпочтение бы отдала человеку за стажем, с большим опытом. Но человеку, который идет в ногу со временем, учитывает все современные технологии, да, то есть в своей работе. Именно такому, но обязательно, чтобы был стаж работы. Мало знания самого предмета. Теории, методики тоже мало. Обязательно нужен опыт в работе с детьми. И я это знаю по своему опыту. Разумеется, к выбору педагога нужно подходить осознанно. Ведь процесс обучения и результат во многом зависят от него. Гульнар Довиталинова, Иван Медведев, Иван Карчин, городской телеканал ЮТВ.